Всем привет! Сегодня приготовим классический шоколадный бисквит. Берем 5 яиц комнатной температуры и начинаем взбивать их со щепоткой соли. Взбиваем до однородности, не слишком в пышную пену. Затем добавляем сюда постепенно сахар. На одно яйцо я обычно беру 1 столовую ложку сахара, то есть 5 столовых ложек. Подсыпаем постепенно и взбиваем уже до плотной устойчивой пены. На взбивание обычно у меня уходит 10-15 минут. Многое зависит от свежести ваших яиц. Нужно добиться, чтобы след, оставленный венчиком, на поверхности взбитых яиц оставался около 10 секунд или не сходил вовсе. Если яйца будут плохо взбиты и след будет слабым, то бисквит скорее всего плохо взойдет и будет не таким пышным, как хотелось бы. Как вы видите, масса очень сильно увеличилась в объеме. Все крупные пузыри уже давно ушли и остались только самые меленькие. И уже заметно начинает появляться след от венчика. Еще буквально 2-3 минуты и яйца уже будут хорошо взбиты. Вот обратите внимание, как долго держится след. Он держится больше 10 секунд. Вот это считается хорошо взбитые яйца. Это гарантия пышного устойчивого бисквита. Просеиваем сюда какао. На такое количество яиц я взяла 2 столовые ложки какао и 4 столовые ложки муки. Обязательно сухие ингредиенты просеиваем. Если вы волнуетесь, что бисквит плохо подымется, добавьте еще половину чайной ложки разрыхлителя. Но если вы классно взбили яйца, то бисквит 100% будет пышным. Теперь уже все перемешиваем лопаткой. Ни в коем случае уже не используем миксер. И тщательно, но аккуратно вымешиваем, чтобы не было сухих комочков, которые будут потом тащить ваше тесто на дно. Очень часто бывает, что какао или мука оседает на дно миски. Поэтому нужно тоже там часто проходиться лопаткой, чтобы это все соскрести. Перемешиваем. Получается вот такое классное пышное тесто. И выливаем его в форму. Я выпекаю в форме 20 см в диаметре. Обратите внимание, что в бортике ни в коем случае нельзя ничем смазывать. Выпекаем около 40 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Но первые 20 минут духовку не открываем. Потом можно глянуть, посмотреть, что происходит. Но проверить на готовность уже можно будет только где-то после 30 минут выпечки. Палочка из бисквита должна выходить полностью сухой. Остужаем бисквит на досточке или на решетке вниз тормашками. Затем вырезаем аккуратно из формы, когда он уже полностью остынет. И теперь удаляем пергаментную бумагу и дно. И можно оставлять бисквит для выстойки. Бисквит должен отлежаться около суток. И потом уже его можно будет нарезать на коржи и собирать в тортик. Бисквит получится очень пышным, вкусным и очень классным. И не сухим, что самое главное. Спасибо вам за просмотр и до новых встреч!